Всем доброго времени суток, друзья! И сегодня у нас будет интересный расклад. Тема такая, в чьей постели он сегодня или она сегодня. То есть здесь мы будем разбирать, с кем спит сейчас человек или вообще, может быть, даже в прямом смысле слова, в чьей постели человек находится. Я думаю, что тема такая, в принципе, жизненная. Конечно, она далека от высокоинтеллектуальных каких-то моментов. Но, тем не менее, я думаю, что много людей, которым будет интересно узнать ответ на поставленный вопрос. С нами сегодня Нагайна. И мы вот будем разбирать эту ситуацию. В данном случае нет необходимости и нет нужды делать расклад на три разных колоды, на три варианта. Подробно по каждому варианту разбирать что-то. Для нас это тот расклад, который требует как раз-таки короткого и внятного ответа. Да, кто-то, кстати, вообще у нас не в чьей постели, а у кого-то просто какие-то проблемки и нет никаких эмоций, нет никакой необходимости в данном случае для того, чтобы лезть в какую-то постель. Есть тут такие люди, может быть, либо мужчина, у которого проблемы данного характера, либо, может быть, смотрит девушка, у которой мужчина отказывается от сексуальных отношений. Такое тоже может быть. И сегодня давайте мы сделаем следующим образом. Мы разложим на... Давайте сделаем пять вариантов. Первый, второй, третий. Колода Суслик. Да, у нас True Black Terrell. Обзоры на все колоды, которые есть на канале, вы можете, перейдя в пункте 5 прикрепленного комментария по ссылочке, посмотреть и узнать все о колоде, потому что удивляет до сих пор, все ссылки есть и все для людей сделано, но не все хотят идти и просто прочитать прикрепленный комментарий, хотя это было бы действительно полезно для тех, кто хочет узнать, что же все-таки за колоды здесь сегодня участвуют. Ну, я надеюсь, что вам, в принципе, видно колоды, вернее, карты. Первый, второй, третий, четвертый, пятый вариант. Вы можете выбирать хоть по порядку открытия мною, хоть по порядку выкладки карт. Как вам больше нравится, так и смотрим. Но мне сегодня вот захотелось, зачем-то черное на черном, я не знаю, что происходит, захотелось именно такого какого-то эффекта. Но, собственно, мы начинаем. Для тех, кто выбрал позицию номер, а давайте 4, посмотрим. Ну, здесь видно, что человек может играть просто роль определенного ловеласа. И как девушка, так и мужчина может в этой ситуации пытаться усидеть одной попой на двух стульях, может попытаться и рыбку съесть, и аквариум выпить, и потом в этот же аквариум сходить. В общем, чудеса в решете могут здесь быть. То есть для человека важен и нужен какой-то игровой момент. И для человека, в принципе, одной постели может быть мало. Поэтому может человек курсировать между двух постелей, а у кого-то он находится в постели. Женщины знака воды или воздуха, такой вот, знаете, игривой, эмоциональной. Дама кубков такая, знаете, у которой либо настроение сейчас повертеть немножечко хвостом, либо вообще это ее такая сама природа. Она может быть в принципе в жизни. Такая девушка, которая очень любит внимание мужское, и которой очень льстит, когда мужчины действительно ее добиваются. Ну и в целом у кого-то это может быть действительно девушка, которая в браке появляется параллельно, например, или соперница. А если загадывает мужчина, то здесь, к сожалению, тоже ответ не очень благоприятный, потому что здесь девушка ваша или ваша женщина, ваша супруга может находиться в постели с бывшим мужчиной, независимо от того, какого он знака зодиака. Но если вы лично подходите под знак зодиака воздуха или воды, и в случае, если вы девушка, и в случае, если вы мужчина, то тогда карты могут просто говорить о том, что ваша сексуальная жизнь с вашим партнером, если вы имеете эту жизнь, она настолько разнообразна и благоприятна, что ему хватает вот этих игр и в отношениях с вами. Тогда человек может никуда не идти. Тогда может быть именно такое развитие ситуации. Но в целом, если вы чувствуете, что какого-то большого огня в отношениях нет, то тогда были названы личности, были названы признаки людей, с которыми могут выстраивать ваши вторые половинки на сегодняшний день отношения. Причем мы спрашиваем именно в чьей постели. То есть это не просто переписки, это не просто какие-то другого рода, вот такие дружеские, приятельские отношения. Это именно вопрос о том, в какую постель может прыгать реально человек. И на этот вопрос мы получили ответ. Но сразу могу сказать, что особо чувствительные люди, наверное, им не стоит смотреть этот расклад, если они не готовы услышать ответ на свои вопросы. И еще я хотела сказать о том, что если человек загадал, но не готов слышать правду, даже если это правда не очень сладкая, можно выразиться так, то тогда тоже особо впечатлителем лучше не смотреть. И если наоборот все хорошо и все идеально в отношениях, тоже не гневите силы, не надо провоцировать просмотры вот таких вот ситуаций, таких вопросов, просто для того, чтобы ваше счастье осталось с вами. А я желаю всем, естественно, чтобы личная жизнь была счастливой, ваши любимые были рядом с вами. Для тех, кто выбрал позицию номер, давайте 5, посмотрим. Ой, брехуна вы какого-то здесь загадали. Здесь видно, что человек, скорее всего, либо очень преувеличивает свои подвиги и может рассказывать, да я, да я вот там вот был, да я и ту покорил, и с этой я побывал и так далее. Но на самом деле, скорее всего, собака зарыта у него на работе или в каких-то делах, или вместе с той дамой, с которой он оформляет определенные документы. Человек знает давно это лицо, в сроке более двух лет, это может быть знакомство. Более того, здесь могут быть действительно даже, знаете, какие отношения, когда может нырять в постель или делает вид, что ныряет в постель, здесь неоднозначная такая ситуация к матери своего ребенка, если есть дети, или если детей у него нет от предыдущих браков, то тогда к девушке такой вот помоложе, да, чем он сам. Для женщин это опять бывшие вот по классике, то есть если вы подозреваете свою девушку в том, что она куда-то прыгает и чего-то там где-то делает, и куда-то стремится, то это бывший. То это бывший. Здесь есть обман, но вы знаете, здесь зачастую есть такие случаи, когда человек достаточно может быть честен с вами в том, что он будет с вами расставаться на период того момента, когда он будет спать с выше обозначенным человеком. То есть здесь и мужчина, и женщина у нас участвуют, поэтому я немножечко поясняю, немножечко разделяю. Здесь любовные треугольники, скорее всего, вы знаете о том, кто это. И, к сожалению, на сегодняшний момент, и на протяжении еще полугода, может быть даже дольше, эти отношения достаточно сильные. Если вы загадываете девушку, то она может искать себе покровителя, и она может быть падкой на финансовое какое-то благополучие, обещание с его стороны. Если загадываете мужчину, то тогда он может общаться с той женщиной, которая просто жаждет за него замуж, жаждет от него отношений более серьезного характера. Но он, скорее всего, просто обманет всех. Более того, в ближайшие полгода может допрыгаться до того, что кое-кто кое от кого забеременеет. Здесь в зависимости от того, кого вы загадывали. И тогда, тогда может ситуация очень плохо сказаться на здоровье того, кто будет беременным. То есть дамы. Дамы в этой ситуации. Более того, здесь у кого-то такие, вы знаете, последние аккорды называются. А как же я вот хочу доказать себе еще свою состоятельность. И это тоже может проявляться. То есть здесь есть, здесь есть моменты. У женщин однозначно бывшие, причем у большинства знака воздуха или воды здесь выходят. И здесь это могут быть в том числе отцы детей, да, вот у этих женщин от первых браков. И те, кто являются либо бывшими, либо являются давно знакомыми для мужчины, которого вы загадываете. Более того, могут соприкасаться с ним по работе в том числе. То есть это та дамочка, не просто где-то на улице увидел и познакомился, а какая-то дама, с которой есть общие дела, с которой он может быть, этот человек связан. Для тех, кто выбрал позицию номер 2, давайте, она третья по порядку открытия. А вы знаете, вот такое ощущение, что настолько худо с ума у этого человека, то есть настолько нехорошо дела с деньгами на сегодняшний момент, по крайней мере. Мы не смотрим, да, вот на всю жизнь, в чьей он постели сейчас. Мы смотрим вот на сегодняшний день, в нынешней ситуации, в которой вы оказались, и на протяжении ближайших нескольких месяцев. Очень худо с деньгами здесь. И скорее всего, все поползновения в чьи-то постели остались для человека в прошлом. Более того, здесь даже есть люди, которые покупали любовь за деньги, то есть заказывали себе человека, с которым все и происходило. То есть здесь могут быть и походы по женщинам с низкой социальной ответственностью, как сказали некоторые, да, дали нам в жизнь, пустили новое определение. То есть здесь вот такая ситуация, что человек в режиме ждуна, нет у него никакой другой постели, даже если с вами нет, пока что человек сам с собой. Ну или если человек женатый, то он очень редко и разово, но может бывать с женой. То есть вот здесь, если вы любовница, например, и загадываете женатого мужчину, то у него с женой иногда может быть мероприятие. Такие вещи, да, здесь возникают. А так человек ждет, когда денежки придут к нему, когда благополучие финансового характера восстановится, и тогда уже у него есть планы куда-то в какую-то постель, может быть, и идти. Может быть, даже к вам вернуться, например, в постель, или как-то с большим огоньком все это продолжить. Потому что просто у человека сейчас состояние раздрая, когда ему ничего больше и не надо. Вряд ли он у вас куда-то реально сейчас прямо вот прыгает. Да, скорее всего, больше надумали. У него нет никакой другой постели. Может быть, даже вообще вы загадали такого человека, неважно, женщина или мужчина, у которого нет вообще сексуальных отношений сейчас. В принципе, может быть именно так. Для тех, кто выбрал позицию номер 1. Ой, а сейчас такое ощущение, что товарищ со всеми поругался. И есть такое ощущение по этому варианту, что человек особо настолько разругался со всеми, что ни с кем и не спит. Уйди, оставь меня, старушка, я в печали. Вообще все не так сидят, не так свистят. Ничего не хочу, никто не вдохновляет. Вот какие-то, слушайте, какой-то вообще, да. Здесь товарищ очень интересный. Есть такие люди, кстати, есть вот такие люди, которых вы загадали, которые просто заработались. Может быть, вообще сейчас там бессменно на работе человек. Может быть, он так устает, что просто уже не получается ничего. И еще ближайшие пару-тройку месяцев, скорее всего, будет продолжаться такая тенденция, после чего будут некие разовые мероприятия, которые до боли будут вызывать эффект дежавю. Но у человека, вы знаете, все-таки иногда такое вот возникает желание, возникает возможность самого себя полюбить. Вот эти вещи тоже здесь есть. А так человека больше возбуждают деньги, чем что-либо другое сейчас. У женщин могут быть размышления о бывших, может быть, возвращение постели с ними. Вы знаете, а у кого-то вообще здесь человек, на самом деле, я лучше буду пить, мне это больше удовольствия приносит, чем что-то другое. Для мужчин есть тоже дамы какие-то, дамы в том числе с работы. Женщина, слушайте, я не знаю, кочует одна и та же женщина, знака воздуха или воды. Она у нас была в этом варианте. Она, по-моему, я не помню, в этом всплывала или нет. Но вот она кочует и перекочевала, опять же, в этот вариант. Может быть, кто-то заказал, фу, заказал, уже совсем заговорилась. Может быть, кто-то загадал. Действительно, это оговорочки по Фрейду. Недавно Дамат написала, что она заказала в общем раскладе вариант. Вот, видимо, у меня и так вот чихом вырвалось, как говорится. Давайте посмотрим. Но в целом, вы знаете, здесь такое ощущение, что человеку не до этого. И человек вообще поссорился, скорее всего, даже если вы четко знаете, что вы находитесь в формате любовного треугольника, разругался со всеми. Никто ему не нужен, ни в какую постель он вообще идти не хочет. То есть даже можете говорить, иди ложись спать и так далее. Человек может, да нет, да я потом. Или уходите, у меня свои дела есть, что ты меня трогаешь. Но потенциально на ближайшие месяца 4 женщины могут со своими бывшими начать посещать постель. А вообще, у кого любовные треугольники, сейчас может быть пауза в любовном треугольнике, но скорее всего, в срок до 4 месяцев этот любовный треугольник имеет тенденции к восстановлению. Для тех, кто выбрал позицию, крипачевидность, первое, второе, третье компот. Ой, человек прямо весь в эмоциях. Человек не то, чтобы в любви, но он в очень таком приподнятом эмоциональном состоянии. Человек может быть влюблен. Не просто, да, вот это какая-то глубокая, скучная любовь, а может быть ощущение второго дыхания в отношениях или новые отношения. Человек, прежде всего, конечно, восхищается собой. Если вы загадывали женщин, то тогда она может быть в постели мужчины знака воздуха или воды, симпатичного, привлекающего ее внешне. И слушайте, опять, либо по переписке познакомилась, либо на работе. Да что ж такое у нас всякие любовные романы. Для мужчин женщина знака воды или воздуха, жесткая, волевая, очень такая вот ясно понимающая, что ей надо. И, скорее всего, тоже есть деловые какие-то отношения между ними. То есть какие-то дела, кроме того, что между ними постель, здесь тоже присутствуют. Но, опять же, вы смотрите, может быть, те люди, которые здесь описываются, вы попадаете под описание этих людей. Тогда человек просто в вашей постели. Ну и опять у нас водяная дамочка вышла. Если люди семейные, то преимущественно здесь достаточно консервативные товарищи, у которых может быть просто период влюбленности в своих же отношениях заново. То есть если у вас семья, например, человек заново в вас мог как будто бы влюбиться и находится в вашей постели, это тоже здесь имеет место быть. Да, у кого-то вторая просто волна влюбленности в свою же собственную жену может присутствовать. И здесь это есть. Но, опять же, если есть жены и любовницы, например, то наш пострел везде поспел, тогда он выполняет и с женой. Но здесь тогда больше на долг похоже, чем на какую-то влюбленность. И туда вот по поводу дам описаны уже были товарищи, бегают туда. Но у всех здесь какие-то полурабочие отношения, и все как-то на эмоциях, сейчас на взводе. И есть вот именно подобного характера, взаимодействия между людьми, которые были описаны. Если вы женщину замужнюю загадывали, то с мужем она в постели. Даже если они развелись. Как вы знаете, как это называется? По старой памяти. Вот такие вот моменты есть. Такие моменты есть. Ну и по первому варианту, здесь еще можно добавить, что человек может вообще ни с кем не быть сейчас. Здесь есть постель, но, опять же, вы должны понимать, чем обусловлено. Вот у женщин, да, здесь вот мысли о красавце каком-то, который, кстати, больше является ведущим, чем вы в этой ситуации. А для тех, кто в паузе, хорошие шансы, что в ближайшие до 4 месяцев период будет постель, причем та постель, которая будет вот прямо приносить, да, какую-то радость и вдохновение. Здесь вот прям идет в позитиве. Вот такой получился у нас расклад на немножечко фривольную тему. Но, тем не менее, фривольная, не фривольная, но тема жизненная, потому что это один из аспектов жизни, который тоже нельзя откладывать куда-то, да, и делать вид, что его просто не существует. Да, не надо на этом зацикливаться, но и не надо отвергать полностью. Да, называется, если я не вижу, то значит этого нет. Это тоже не совсем такая правильная позиция в этом отношении. Я желаю вам удачи и благополучия. На адекватные, хорошие комментарии я обязательно поставлю сердечки, талисманы, которые будут охранять вас и будут вашей защитой. В тот день, когда вы пишете комментарий. И для тех, кто хочет получить индивидуальный расклад в пункте 3 прикрепленного комментария, ссылка на видео, в котором четко и ясно объясняется, каким образом вы можете получить расклад для себя. Всем удачи, до встречи, до свидания.